Здравствуйте! Это программа 8 вкусов. Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Сегодня наш гость, генеральный директор группы компании Восток Цемент Алексей Николаевич Сысоев. Здравствуйте, Алексей Николаевич! А готовить мы будем под руководством шеф-повара Азамата Мухамедова, шеф-повара кофейни Кофемашин Бейкере. Здравствуйте! Итак, Азамат, вам слово. Давайте для начала узнаем, что нам сегодня предстоит с Алексеем Николаевичем. Все для дома в сети магазинов «Зеленый остров». Например, сковорода «Надобоседа» 24 см всего за 2599 рублей. «Зеленый остров» – больше, чем просто магазин. Будем готовить панкейки с маскарпоном и соленой карамелью. И несладкие – это с яйцом с беконом. Помимо этого, еще будем готовить фруктовый салат с йогуртом. Такой полезный завтрак. Полезный завтрак. Начинаем. Тогда начните фрукты резать для фруктового салата. Вот месечка для вас. Так. Удобная, глубокая. Сейчас я как раз в нее все и буду складывать. Так, Алексей Николаевич что будет делать? Оттощечку. Алексей Николаевич, вам будет чистить киви, я думаю. Вам не может быть. Очень, очень, очень интересно. Кому-то каждый день я чищу киви для салата. Да, а я буду готовить в это время панкейки. Пожалуйста. Сколько нужно киви нам почистить? Одну штуку. Одну штуку. Вам повезло. Мне, наверное, побольше. Так, клубничку режем? Да, режем. Клубничку, яблочко и апельсин. Азамат, в связи с тем, что киви похоже на картошку, я буду его чистить. Как картошку? А это правильно, кстати? Да, как вот чистить киви? Это волосатая картошка, я так скажу. Поэтому вы все делаете правильно, Алексей Николаевич. Скажите, пожалуйста, вы наверняка всегда мечтали, точнее, не думали ни о какой другой профессии, кроме как профессии цементника, потому что я знаю, что у вас династия цементников. Это так? Или все-таки были мечты о чем-то другом? Наверное, когда уже начинаешь понимать, начинаешь разговаривать, и когда в семейном кругу родители приходят с работы и рассказывают про какие-то большие машины, про мельницы, про цемент, про сырье. Когда вырастаешь, идешь в школу, понимаешь, что, наверное, это твое. Каких слов ты слышал в детстве самое большее? Это цемент, экскаватор, мельница. Примерно так, да. На самом деле, мама и папа мои цементники, поэтому, можно сказать, и выбора этого у меня не было. Когда я закончил школу, жизнь надо было связать с заводом. Ну, это был скорее такой, наверное, уже осознанный выбор, я так понимаю. То есть не было такого, что надо работать именно в этой сфере, нет? То, что нет, это вот я могу сказать точно. Потому что у нас, я родился в поселке, поселок Теплоозерск, Кириллевская автономная область. И когда этот поселок и практически все население поселка работают на одном заводе. Да, поэтому и любые производственные практики, школьные практики, когда учишься профессии, конечно, они были связаны с заводом. С самого детства, со школы мы ходили по цехам, были экскурсии. Вы уже были в курсе, что и как работают. Конечно, я знал, что лучше профессии, чем у цементников, наверное, не бывает. Нет, это здорово, что это все-таки была такая, скажем так, не обязанность пойти туда работать, а вот получается мечта, если вы думали, что профессии лучше не бывает. Давайте немножечко расскажем нашим телезрителям о заводах «Восток цемента». Это крупнейшие заводы, единственные на Дальнем Востоке, производители цемента. И это заводы так называемого полного цикла. Так вот, что означает в контексте цементников полный цикл? Знаете, самое сложное, что в задаче, когда чистишь яблоко, готовишь, и с радостью, с большим одуховлением рассказываешь о своей любимой компании. Это надо все совместить, но, наверное, это тоже вдвойне интересно. Ну, очень хорошо, аккуратненько, кстати, справляетесь. Так я специально показать, что вдруг кому-то понадобится гирлянда из рабочей. Вы прям профессионал. Холдинг «Восток цемент», в который входят как раз наши цементные заводы, это на самом деле большой, крупнейший холдинг на Дальнем Востоке, которые производят строительные материалы. В группу компаний входят три цементных завода. Не только один, где я родился, Теплоозерский. Еще Спасский завод, это наша приморская территория. В Якутии, Якутий завод тоже входит в наш холдинг. Также мы производим, у нас и щебеночные заводы, мы производим и щебень, и минеральный порошок, буквально огромную палитру строительных материалов, которые используются в строительстве. Мы горды еще тем, что, ну, наверное, первое, что ни одна стройка не проходит без наших материалов, ничего нельзя построить. Второе, что люди, которые у нас работают, это они делают, их руками, можно сказать, условно строились мосты, взлетные полосы, аэропорт, дома во Владивостоке. Крупнейшие известные всем объекты, такие как Золотой мост, да. Вот это из новых. А вы знаете, что Владивостокская крепость, построенная из Пасского цемента? Нет, я не знала. И Михаил Ротомский, первых, кто построил завод, хозяин, это больше 114 лет назад, построил завод Спаски Дальнем, именно для того, чтобы делать укрепительную, оборонительную систему города Владивосток. Это была одна из основных направлений. А также Транссибирская магистраль железной дороги. Поэтому история огромная. История огромная у каждого нашего завода. То есть Владивостокская крепость, по сути, это вот Спаски Цемента. Да, Спаски Цемента. Но мы видим, насколько прочный. Спаски Цемента, это уже подтверждено историей, так сказать. А вот вы немножко сказали о ваших сотрудниках. Сколько их на данный момент насчитывается? На самом деле у нас огромный коллектив. Если брать все наши направления, строительные, вспомогательные, у нас в холдинге работают больше 5000 человек. Так, Алексей Николаевич у нас уже приступил к чистке апельсина. А вы знаете, кстати, как его легко почистить? Нет. Готов учиться. Хотите, я вам покажу? Да. Давайте. Давайте замагаться. Вы скажите, это моя технология, не знаю, правильно это или нет. Значит, смотрите. Нужно отрезать вот эту заднюю часть, то, что мы называем. Сделать вот такие вот подолечки, да, вот такие вот. А я так чищу гранаты. А, ну вот, да. Гранаты я вот не умею чистить. Ну видите, мы друг друга, можно сказать, научились сегодня чистить фрукты правильно. И потом вот так вот легко, очень. Ой, простите. Я в кого-то выстрелила. Раз, и все. И отделяется. Продолжаем. Продолжаем. Это примерно вот любая профессия, нужен профессионализм. Нельзя просто прийти, как каждый, ну что такое почистить апельсин? Ну снять шкуру просто. А как правильно почистить? Это наши вот, наверное, к тому разговору вернемся, когда 5000 человек с огромным количеством специальностей. И чтобы сделать что-то качественное, это надо, чтобы каждый умел правильно. Конечно. Кто-то чистить апельсины, кто-то молоть цемент. Каждый хорошо делал свое дело. Кто-то добывать сырье. Это опять возвращаясь к вашему первому вопросу. Почему заводы цементные полного цикла? Что это означает? На вашем языке, да, если говорить. Да, что это означает? Это означает, что продукт, любой, который у нас получается, цемент, это многостадийный продукт. И он получается с самого начального периода. То есть у нас есть карьеры, в котором мы добываем камень. Дальше мы этот камень перерабатываем, дробим, потом перемалываем, потом смешиваем. В дальнейшем обжигаем, потом опять смешиваем, измельчаем, упаковываем. И тогда уже получается готовый продукт, который идет уже клиентам-потребителям к нашим. Примерно все так же, как мы готовим. Сначала надо вырастить, потом сорвать с дерева, потом что-то приготовить. Прямо технология так же, как приготовить блюдо. Кстати, технология, оно же слово общее. На самом деле моя профессия, я инженер, химик, технолог цементной промышленности. То есть только я технологию производства цемента изучал. Так вот, есть технолог пищевой промышленности. На производстве пищевой, да. Металлургическое. Это та профессия, которая делает, умеет смешивать и подбирать технологию, чтобы получилось качественно. Как на разомат у вас, что вкусное и красивое блюдо, у нас крепкий и качественный цемент. Цемент, да. Алексей Николаевич, а вы вообще вот готовите дома? Любите это делать? Или совершенно далеке от кулинарного дела? Такая история интересная. Скажешь, что люблю, а передачу-то, наверное, будет смотреть супруга с дочкой. Невыгодно, да? Приготовь нам. Да, приготовь нам. Пайкейки, да, или салат фруктовый. Не, на самом деле, люблю готовить, но для меня было удивление. Я-то пришел сюда и не подготовленный, что будем готовить. Вот как раз со сладкого что-то фруктовые салаты, конечно, я дома не готовлю. Для меня это будет вот такой первый опыт печь блины, пайкейки, как их называют, разновидность блинов, насколько я понимаю. У вас сегодня дебют будет. Да, а если взять простые блюда, как шашлык, мясо, азу, борщ, солянка, это, конечно, я все могу. Мне нравится, какие у Алексея Николаевича простые блюда, понимаете? Не каждая хозяйка знает, что такое сегодня, что такое азу, и не каждая может даже борщ сварить. А вот для Алексея Николаевича это простые блюда. А вот, кстати, цемент же можно сравнить с мукой, да? Из цемента делают строительное тесто. Крутое такое сравнение, вы даже на такую мысль, мука, иногда говорят, какой там пирог невкусный там рассыпается или еще с чего-то. Ну, можно винить, конечно, муку, что, наверное, муку плохую туда положили. А часто ее и винят, я хочу сказать. А на самом деле забыли печку включить или я это туда положил в этот пирог, поэтому он невкусный. Наверное, так же самое и цемент. Цемент должен быть качественный, соответствовать всем требованиям. Для этого у нас на заводах огромное количество точек контроля. Начиная как с внутреннего контроля, начиная с горы, как я говорил, полный цикл, мы следим за качеством добычи, качество добытого сырья, технологией помола. И на каждом, каждом переделе производственная лаборатория. Дальше, когда у нас получается продукт, у нас есть ОТК-качество, которое независимо от производственной лаборатории. Чтобы поймать все неточности, которые могут быть, предотвратить, до того, как продукт попал к клиенту, мы должны убедиться, что он хороший. А вот дальше, когда он попадает, самое главное клиенту, который берут, те же, которые делают бордюры. Очень интересная, кстати, ситуация была, когда в Владивостоке положили бордюры, а потом сказали, что рассыпались, потому что цемент был плохой. Я всегда говорю, коллеги, ну надо посмотреть, какой вы туда положили щебень, песок, как вы смешали. Как делали. Как делали, да. Сколько его сушили, сколько у вас оставился, этот бордюр, и почему он рассыпался. Поэтому качество отдельных продуктов, это очень важно. Это сложная, да, такая история, нельзя, нельзя винить основу, да. Сразу, огульно. Скажем так, да. Кстати, есть анекдот такой, придумали, наверное, мы его, цементники. Ага. Да, идет. Это уже интересно. Когда идет суд, даже пример, переделаю немножко анекдот, рассыпались бордюры. Идет суд, вызывают всех участников данного процесса, вызывают цемент на процесс, песок, воду, щебень. Это все, с чего делается этот бордюр, получается бетон. Начинает судья. Так, вода, вы виноваты, что бордюры рассыпались. Он говорит, подождите, вот мой сертификат, вода чистая была, как положено, все нормально. Садитесь, хорошо. Щебень, вы виноваты, что бордюры рассыпались. Он встает, подождите, сертификат, я кубовидный, фракция 5.20, все нормально. Садитесь. Песок, извините, и листые до 1%. Все согласно ГОСТа. Цемент, вы виноваты. Подождите, а вы что меня сюда позвали? Меня там совсем не было. Поэтому, коллеги, можно, конечно, процесс все покажет, кто где был. Конечно, знаешь, уже основа панкейков готова. Я уже их начал жарить. Такие красивые. А это у нас получается крем маскарпун. Тут получается загушенное молоко. Калорийненько. Крем маскарпун и яйцо. Но вкусно, я представляю. Яйцо целиком вы добавляли? Нет, яйцо добавляется только желток. А, только желток. Да, желток и сгушенное молоко мы разогреваем в микроволновке в течение 30 секунд. И затем мешаем с кремом маскарпун. Азамат, наверное, я самое внимательно смотрю и слушаю. Потому что моя семья точно заставит это делать. Причем на праздник. Праздник-то уже скоро, поэтому... У вас будет свой собственный мастер-класс. То есть вы поставите программу, на повтор, и будете поэтапно готовить. Так что не волнуйтесь. С тем, что я сам руками не делаю, я скажу, семья, готовить я сам не умею. Но показать вам... Так что надевайте фартуки, берите ножики. Мы как руководитель, берите ножики процессом. Да, совершенно правильно, я считаю. Так. Давайте поможете мне. Конечно, давайте. Так, это кондитерство. О! Теперь главное не промазать, да? Может, вот так вот, да. Тебя, кстати, ни разу не пользовалась вот этим вот мешком, чтобы выдавить красиво. Ну, я украшала, знаете, вот эти взбитые сливки, просто вот эти раз-раз-раз. А вот такими нет, я ни разу, честно скажу. С таким. Сейчас Азамат покажет, когда переворачивает. И как переворачивать. И как. И вы попробуйте, Алексей Николаевич. Отличается, конечно, от производства цемента, я вам скажу. Но мы тоже смотрим в печку. Кстати, в печи температура, чтобы получился клинкер, это полуфабрикат цемента. Это температура факела 2000 градусов. То есть, получается, у вас такой многоэтапный контроль. На каждом этапе вы внимательно следите. Потому что, если что-то где-то пойдет не так, то все, продукт уже будет не того качества, которое необходимо. Вы знаете, сбой в любом процессе, на любом этапе, это просто сразу брак и отклонение. Что такое брак? Это деньги, это зря люди просто трудились, придется переработать данную часть продукции. Всегда говорят, чтобы делать качественно и недорого, надо делать один раз. Все, что делаешь туда два раза, это уже дорого. Не получился. Ну, это же вы. Надо выкинуть, да, там, потратить или пережарить. Не, почему. У вас получилось отлично. Смотрите, у вас похоже на яблочко получился. Вон наверху, эти хвостики. Только чистил яблоко, я тебе вспомнил. Это знак. Это знак. Ну, яблоко прекрасно сему. Да. Арт-лофт в фокусе – это многофункциональное творческое пространство. Для вас работают два зала. Санторини – зал вместимостью до 60 человек. Отлично подойдет для дня рождения, девичника и других приятных вечеров. И зал Нью-Йорк вместимостью до 20 человек и красивой функционирующей кухни. Здесь вы можете организовывать кулинарный день рождения, фотосессию, кулинарные мастер-классы и многое другое. Арт-лофт в фокусе – место воплощения ваших идей. Мы режем киви. От вас листочек мяты содрать и мелко порезать. Это получается у нас фруктовый салат с добавлением мяты. Мы же в салат добавляем зелень, а этот фруктовый салат мы добавим туда мята, чтобы нашим фруктам аромат и свежесть придал. И думаю, тоже надо не переборщить много. Почему? Вы можете все почистить? Я сначала обрадовался, а думал, у меня задание только отрывать нести. Нет, нет, нет. Отрывать не сможем, наверное, а потом украсить уже. Так, а киви колесиками можно оставить или нет? Или лучше поменьше? Лучше поменьше, да? Хорошо, я дорежу. Видите, я неправильно сделаю. Я тогда порежу просто. Как лук. Азамат сказал, что это как зелень надо делать. Азамат, а вот вы всегда мечтали работать шеф-поваром или нет? Или хотели какой-то другой профессии? Всегда, всегда мечтал о детстве. У меня папа готовил дома. Ага. Всегда. Плов настоящий. О, это так вкусно. Да, это была мечта моя с детства. У меня уже слюни потекли. Так, посыпаем льда сюда. Плов вообще такая опасная штука. Опасная. Знаете почему? Потому что вот казан стоит, плова хорошего. Я могу целый, мне кажется, казан и съесть. Но он как-то, это тот продукт, знаете, есть серия продуктов, которые ешь и невозможно остановиться. Вот не знаю, как у вас, на мой взгляд, вот плов для меня это такой продукт. Абсолютно так же. Я всегда говорю, я тоже люблю не просто готовить, там говорить. Но вот кушать я точно люблю, я могу сказать. Я думаю, все любят, просто не все в этом остаются. Всегда изучаешь культуру еды. Культуру еды, разные кухни, разного мира, свою кухню. И как бы там ни говорили, наверное, в первую очередь начинает кушать всегда. И всегда вкусно, и хочется есть глазами. Понятно, говорят, что это придумали японцы, это только в Японии так. Во всех кухнях правильно украшенный стол, блюдо, ну, придает праздник, придает дополнительный аппетит. Конечно, подача очень многое решает. И уже потом только начинаешь пробовать. Да, это так. Алексей Николаевич, у нас... Так, я понял, что самое интересное на мне. Мы будем заправлять салат. Я уверена, что вы справитесь. Давайте. Тут надо уже, чтобы и не потекло, да, и было красиво. И не сильно густое было, и не сильно жидкое. Ну, все как с цементными смесями, собственно. Это можно. Как с бетоном. Очень важный вопрос хочу с вами обсудить. Мне кажется, это такое историческое событие для заводов, для ваших. Это газификация, которая произошла так давно. Это такой большой этап, большой этап подготовки, потому что работа очень огромная. Данный вопрос газификации связан не только с нашим заводом. Во-первых, он связан, конечно, с развитием наших территорий, с газификацией территории. Когда по проекту газ должен подойти к городу Спас-Дальний, поэтому мы очень сильно подключились к проекту, чтобы газифицировать свой завод. Какие плюсы мы считали, так, наверное, достаточно, потому что иначе будут жидкие. Что мы получим? В первую очередь, это, конечно, думали сразу технологи и производственники удобнее работать. Мы работали на угле. В сутки тысяча тонн угля сжигалось. Сложно представить. Какая пыль возилась, перемалывалась, какая пыль возилась машинами, то есть экология. То есть задача наша стояла, конечно, улучшить производство. И вопрос экологии. Как бы вы не скрывались от угольной пыли, пыль на заводе, пыль в домах людей. И когда мы перешли на газификацию, процесс шел три года. Три года проект, покупка оборудования, монтажи. И через три года только газ открыли и пустили на завод. Если сейчас посетить завод, именно, кто помнит, когда он был на угле. И, наверное, в городе, куда ветер. Два разных завода, два разных города. Чистый белый снег. Зима показала. Снег белый. Классный. Не черный, как обычно. Снег белый. Поэтому огромная большая работа. Спасибо коллективу. Конечно, были большие переживания, что те профессии, которые связаны с углем, куда денутся люди. За это время было предложено переучиться и предоставлено бесплатно переквалифицироваться. И перейти на те профессии, которые есть на заводе и работать на газе. Кто захотел, все перешли, всем нашли место. Наверное, это самое главное. Давайте спросим о Замата, как дела. А что-то, какой-то соус, да, Замата? Это карамель? Соленый карамель. Это уже готов. Горячий. Горячий, да. Горячий. Я думала, вы ее в бекон подетели. Нет, конечно. Вы говорили о газификации. На самом деле, да, это такой значимый этап у нас, газификация, был на Спасском заводе. Но у нас на каждом заводе проходит модернизация, улучшение. От покупки новой техники, самой современной, до изменения какой-то технологии, узлов, до огромных капитальных строительств. На Якуцементе в 2018 году мы построили новую линию цементную. Это огромные затраты, ну и огромный шаг для развития именно той территории, территории Якутии. После постройки этой линии наш цементный завод может закрыть все потребности региона Якутии. Соответственно, мы знаем, что любые строительные программы развития территории будут обеспечены. А еще это рабочие места? Дополнительно рабочие места. 78 человек после постройки линии мы приняли новых рабочих. Я хочу уделить прям внимание в нашей сегодняшней программе благотворительности. И не только благотворительности, а также вообще в целом помощи ваших компаний, даже городам, не побоюсь этого слова, школам, больницам. Расскажите об этом, расскажите о ваших добрых делах. Благотворительность – это не должен. Это позыв сердца, необходимости и возможности того, кто делает благотворительные дела. Есть маленькие проекты. Некоторые говорят, дорогу подсыпали. Ну что это подсыпали? Ну ее же никто не подсыпал. Мы же не говорим, мы же не пишем в газетах, что мы там где-то яму засыпали или дорогу. Это я условно говорю, потому что дорога – такое понятие, если пересчитать в миллионы, то это очень долго. Но есть и глобальный проект. Когда во время пандемии один из проектов наших, значимых проектов благотворительности – это благоустройство территории спид-центра, который находится в Владивостоке. Это еще такой пример наш, потому что нормальный бизнес все так делают. Для нас это обычно. Чтобы сделать правильно благотворительность, чтобы она была тоже принята, можно кому-то помочь, а им-то не надо, возможно, было помогать. Это сотрудничество тем, кому помогаешь. К спид-центру мы подходили очень внимательно. Мы плотно работали с главврачом, с персоналом, который там работает. Мы обсуждали, что им надо, как территорию улучшить, где какие вопросы сделать. На этом не остановилось. Когда начали делать, выполнять, асфальтировать дороги, укреплять подпорные стены, ливневку, неучтенные даже работы, которые мы не знали делать, мы и коллектив следили за качеством работы, чтобы подрядчик их делал. И где-то переделывал подрядчик. Потому что сделали, что хотели, то, что надо было сделать, и мы довольны, чтобы мы помогли. Так, я подготовил для сладкого панкейка наши блины готовы, да? Можете перекладывать в наш фруктовый салат. В тарелочки? Да. И украшать, конечно же. Я буду украшать. Да-да, броню украшать. Я даже не успела занять эту должность украшателя. Хорошо, Алексей Николаевич, ну, конечно. Вы же наш гость сегодня. Давайте вы соберете сладкие панкейки. Давайте. Алексей Николаевич. Не сытные панкейки, так скажем. Вот все у вас, Азамат, диетическое. Даже если он диетический. Без масла жарили. Да, если хочешь что-нибудь съесть, надо всегда себе говорить. Да, оно диетическое, там очень мало колорий. Смотрите, сейчас будет. Вот почему он говорит, что с любой пакет так нельзя сделать. Так. Вот сейчас мне стало страшно, я напряглась, Азамат. Давайте показывать. Пойдем панкейк наш. Крем маскарпоне. Ой, как классно. Я уже рад, что не мне поручили данную задачу. Следующий этап. Также. Будет четыре слоя, последний слой не покрываем кремом. Не легче будет процесс. Если что, я отмажусь тем, что я левша. Так, а вам задание? Кладем панкейк. Так, сейчас я вилку достану. Алексей Николаевич, у меня получается, смотрите. Причем, Аня, у вас получается, как будто это уже верхний слой украшено. Сейчас вашу красоту накроют следующим панкейком. А я потом еще украшить сделаю. А сколько нужно класть? Три, наверное, хватит, да, заматывания? Три, да. А четвертый будет без крема в слое. А, то есть мне все, уже не наносить крем? Нет, наносить крем. А следующий уже, да. А, еще. Оп, один на один. Да, давайте. Положите яйцо. Можно побольше, чтобы прям... А, еще больше? Как тон. Еще? Если бы я знал, что мне это надо было делать, я всхитрил. Я в яйца прожарил очень хорошо, чтобы желтый разломился. Слушайте, у вас тоже ювелирная прям работа. А я хитро сделаю. Ох ты, красиво. Да, и украшайте с беконом. Так, смотрите. А я у вас украшаю все. А сейчас мы вот как раз подходим к этапу, чтобы сделать вкусно, оно должно сначала быть вкусно-красиво. Вот то, о чем мы говорили в начале. Последние штрихи. Да, последние штрихи. Выкладка. Выкладка же это называется, да? Конечно. Нет, мало ли, можно сказать специальное слово. Так, это у нас кленовый срок. Можно полить, как вы хотите. Кленовый? Кленовый срок. То есть такой со сладостью, да, с небольшой будет? Здорово. Так, ну тут чуть-чуть, он сладкий. Приели кленовый срок? Знаете, да? Может, это лучше попробовать. Это очень вкусно. Да, да. Ой, ну хорошо. Красота, красота. Так, а вы? А вам? Золеный пирамин. То есть тоже из ковша прям, да, можно? Да, и можно сверху поднимать. У нас сегодня все так брутально. Точно завтрак для любимых. Из ковша, из мешка, из кулинарной. Теперь ваш выход. Ой, пахнет вкусно очень. Жаль, телезрители наши никогда ароматов не чувствуют. Нет, ну они чувствуют, когда готовят потом. Еще? Еще, еще, я понимаю. Да, главное есть. Еще. Ой, да. Я его, знаете, подпихиваю. Какая красота, вот смотрите. Вообще супер. Алексей Николаевич, расскажите, как вы поздравляли маму, может быть, бабушку, в общем, женщин, прекрасную половину вашей семьи, когда были маленькие, с 8 марта. Вы делали какие-то сюрпризы? Ну вот сказать, что сюрпризы или банально или нет, наверное, нельзя. Потому что, я думаю, каждый мужчина, а мужчина даже когда он родился уже мужчина, не только когда вырос. Конечно, когда уже вырос. Да, когда вырос. Всегда мам, бабушек, одногруппниц в садике, одноклассниц в институте, всегда ждешь этот праздник, чтобы поздравить, сделать какое-то приятное. Ну, с мамами, наверное, все проще, потому что просыпаешься, когда было время, что можно было найти цветочек, заранее ищешься цветочек подарить, сказать, наверное, хорошие слова. Но было истории более серьезней. Вот я уже был постарше класс, не скажу, какой, наверное, шестой класс, когда на уроках труда, и я ходил на отдельную секцию по резьбе, по дереву, и я делал набор для мамы к 8 марту, чтобы его успеть. Я точил вот эти колотушки, скалки, все делал своими руками. Классно, как. Вырезал, чтобы они были, потому что раньше, вы помните, кто помнит, модно было, когда на кухне висят эти дощечки, скалочки. Вот я делал такой набор, я подарил маме такой набор. Кстати, у нас на кухне такой до сих пор. А у вас здесь сохранился? Этот, скорее всего, думаю, что нет, потому что потом были и другие наборы, покупали, дарили. Не могу сказать, что он сохранился. Как классная идея для подарка. Это прям своими руками. И я помню, что делал долго, и надо было успеть к 8 марта. Вот это, почему, наверное, и запомнился, что это точить надо было все делать. Я предлагаю начинать пробовать. Давайте. Да? А самое приятное почему-то всегда на конец. И волнительное. Итак. Давайте я разрезаю. Да, давайте я замахаю. Так мы с чего начнем? Я думаю, что с несладкого. Да. И плавно перейдем к сладкому. Так аппетитно все выглядит, правда? Нам удалось вот это сделать. Ну что, пробуем? Ой, я, как всегда, самый большой кусок охотила. Да, очень вкусно замат именно кленовый сироп, сладость. И бекон. Бекон придаст копченость. Это вот, да, очень вкусно. Здорово. Как вы поздравляете обычно сотрудниц ваших заводов с 8 марта с Международным женским днем? Это скорее классические подарки? Или же вы придумываете что-то оригинальное? Наверное, всем больше нравится. Я говорю сейчас про мужчин. Угу. Чтобы подготовить что-то оригинальное, не классическое, с праздниками со всеми, в частности, 8 марта, у нас, конечно, коллективы поздравляют на всех заводах. Это тот праздник, когда мероприятия, у нас в газетах пишут плакаты, различные общие какие-то открытки. Каждый придумывает на что гораздо, конкурсы. В частности, у нас, именно в управляющей компании, конечно, наши парни первые стараются, чтобы не повторялось каждый год сюрприз. Чтобы об этом сюрпризе никто не знал. И когда девушки заходят в офис, они удивились, потому что явно они что-то ждали, но не знали, что же это будет. Но что именно? Да. Но идеи абсолютно разные. Вот, допустим, проведение, пусть это праздничный день в офисе, но этот офис, как ночной клуб, с музыкой, с притемненной, с танцами, совсем, до выездов на мастер-класс, кстати, вывозили всех девушек на мастер-класс. Кулинар. Кулинарии, да, приготовления. Класс. Вывозили на коньки. И придумывают всегда, что что-то новое и интересное. Но мы хотим, чтобы наши девушки запомнили такие моменты. Сладкое со сладким, как вы сказали, Алексей Николаевич. Сладкое с соленым сегодня или сладкое со сладким? Да, я еще попробую даже с салатом. А вы с салатом еще? А с салатом я буду третьим. Ой, вот этот вот домашний крем с гущенки. Как давно его не ела. Действительно, очень вкусные панкейки. Они такие мягкие, нежные. Я думаю, все должны воспользоваться рецептом именно данных панкейков. Азамат нам раскроет свой секрет сегодня в нашем выпуске. Все для дома в сети магазинов «Зеленый остров». Например, сковорода «Надобоседа» 24 сантиметра всего за 2599 рублей. «Зеленый остров» больше, чем просто магазин. Ну что, мы подошли к праздничной самой части нашей программы. Это поздравления женщин с Международным женским днем. Алексей Николаевич, я бы очень хотела, чтобы сегодня это сделали вы. С огромным удовольствием от всего сердца всех девочек, девушек, женщин, дам, бабушек, наших любимых родных, мам, детей, сестер, сотрудников, всех поздравляю с праздником. Праздник 8 марта – это преддверие и начало весны, когда все распускается, как и вы. Мы всегда хотим вас видеть прекрасными, красивыми, улыбающимися. Мы делать будем все, начиная с сюрпризов, и не только на 8 марта, а каждый день. Еще хочу сказать, Аня, в преддверии этого праздника в лице всех женщин и дам я хочу лично вас поздравить, чтобы вы всегда были такая же прекрасная, красивая, как весна и как цветы весны. Спасибо большое, Алексей Николаевич, так приятно. Ну что я могу сказать? Азамат, огромное спасибо, что сегодня вы провели для нас такой чудесный праздничный мастер-класс, Алексей Николаевич. Мастер-класс еще и попробовать разрешил. Да. Вам огромное спасибо за то, что нашли время и приехали к нам сегодня. Спасибо за поздравления. В лице всех женщин беру на себя эту ответственность. Благодарю вас за это. А вам хочу напомнить, что это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Пока-пока. Всем большое спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok